Привет, меня зовут Марк, я продаю автозапчасти. Сегодня хочу показать масляный фильтр фирмы АМЦ. Что там у него внутри? Масляный фильтр АМЦ от компании Кава Парц с артикулом ТО-137. Адрес делают... делают, кстати, непонятно где. Я зашел на этот сайт, они пишут, что производство где-то везде. То есть непонятно в какой стране, все заводы распределены непонятно где. Но с других источников пишут, что АМЦ это только Япония. В общем, непонятно. Смотрим сам фильтр. На фильтре написано Кава Парц. Это компания, которая придумала компанию АМЦ, которая производит фильтры. Ну, я так понял. И, по крайней мере, у них на сайте так сказано, что фирма Кава выпускает фильтры под брендом АМЦ. Принт здесь четкий. Хотя не везде. Здесь немного так подмазано, конечно. Покрашен он хорошо. Здесь какие-то артикулы непонятные. Но это явно не дата изготовления. Смотрим сам фильтр. Здесь мы видим какие-то отложения внутри фильтра прям сразу же. Не знаю, что это такое. Но какие-то отложения есть. Непонятно. Обратим внимание. Фильтрующий элемент не полностью заполняет фильтр. Вместо амортизатора стоит пружина. Давайте сразу посмотрим дно фильтрующего элемента. На дне стоит прокладка квадратного сечения. Плотная. Мягкая. В принципе, нормальная прокладка. Точечная сварка. Здесь как-то запрессовано непонятно. Резьба выглядит нарезанной. Да, резьба нарезана. Фильтрующий элемент. Достаем. С виду фильтр внутри выглядит вообще неплохо. Материал чистый. Укладка ровная. Внутри все как-то по-цивильному. Герметика лишнего нету. Собран. Видно, что неплохо. Но сам фильтрующий элемент какой-то маленький. Прокладка. Точнее, клапан. Прилегает плотно. Из материала плотного материала. По ощущениям на морозе он замерзнет. Скорее всего, не будет держать масло внутри фильтра. Клапан нажимается легко, не заедает. Закреплен на точечную сварку. Давайте сейчас его разрежем и посмотрим на сам фильтрующий элемент. Очень легко ломается. Так, по-варварски, конечно. Ну, а что поделать? Герметик плотный, не сыпется. Уложен ровно. Втулка. Втулка стандартная. Фильтрующий элемент плотный, но на вид его мало. Нет, это не оторвать. Надеюсь, вам видно. Клапан. Клапан неплохой. Данный фильтр в рознице стоит 270 рублей. Рекомендовать его сложно, потому что за 270 рублей есть аналоги получше. Но, с другой стороны, фильтр собран неплохо. Фильтрующий элемент тоже неплохой. Лично я бы его себе не ставил. Да и на промывку, на промывку это тоже слишком дорого. В общем, выводы делайте сами. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Хорошего вам дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!